Я сейчас почитаю на русском. Так, дворинг второзакония, седьмая глава, у всех открыто, да? Двенадцатый стих. «И будет за то, что будете слушать законы эти и хранить, и исполнять их, то хранить будет Господь Бог Твой, для Тебя союз и милость, о которых Он клялся Отцам Твоим. И возлюбит Он Тебя, и благословит Тебя, и размножит Тебя, и благословит плод чрева Твоего, и плод земли Твоей, хлеб Твой, вино Твое, и елей Твой, приплод быков Твоих, и приплод овец Твоих на земле, которую Он клялся Отцам Твоим дать Тебе. Благословен будешь Ты больше всех народов, не будет у Тебя ни бесплодного, ни бесплодный, ни у скота Твоего, и отдалит Господь от Тебя всякую болезнь, и никаких зловредных недугов египетских, которые Ты знаешь, не наведет на Тебя, а наведет их на всех ненавидящих Тебя. Истребишь Ты все народы, которые Господь Бог Твой предает Тебе, да не пощадит их глаз Твой, не служи Богам их, ибо это заподня для Тебя. Если скажешь в сердце своем многочисленнее меня народы эти, так же могу я изгнать их. Не бойся, их твердо помни, что сделал Господь Твой. Ну и дальше тут все о испытаниях. Не страшись никого после, Господь с Вами. Амин. Итак, я сегодня хотел бы затронуть необычную тему. Я раньше не обращал на это, ну как бы, как сказать, не обращал, не смотрел на эти места, на это место как-то поособенную, но вы врите, она открылась у меня по-другому. Итак, мы знаем, что сейчас пятая книга Дворим, да, все знают Второзаконие. И сейчас мы начали изучать эту книгу. Это очень интересная книга, в которой, честно скажу, для меня все четыре первые книги Торы, они как бы компактно вложены в эту пятую книгу. И то, что делает Моше, почему он это начинает повторять, он это передает своим лидерам, 12 колен Израилю, чтобы они все-таки передали эти вещи, которые не услышали молодое поколение, которое родилось уже в пустыне. Конечно, есть те, которые еще и живы были, из тех, которые из молодежи, которые были до 20 лет, они что-то помнили, о которых родились уже после, они уже ничего не знали и не могли представлять, что происходило пока в свои годы уже, когда осознавали, не начали видеть эти чудеса. Интересная книга. И много поучительного, предупредительного. Но что для меня коснулось в этой главе, и я хочу затронуть эту болезненную очень проблему, которая есть у меня, есть у многих из нас. И сейчас мы поразмышляем немножко. Я не буду сильно раскрывать, потому что эта тема настолько обширная, что невозможно за каких-то несколько минут передать это все. Я хотел, чтобы вы открыли 16 стих этой главы. Истребишь ты все народы, которые Господь Бог твой дает тебе, да не посидит их глаз твой, и не служи богам их, ибо это сеть для тебя. И вот это, где слово сеть, на иврите маккеш, западня, ловушка. И я уже пробежал, и что-то мне все время возвращает и возвращает. В следующий раз опять начал читать, опять мне к этому слову ловушка и западня. И думаю, может быть, на самом деле об этом нужно поговорить. И поэтому я как бы эту проповедь назвал, не попадая снова западню. Потому что многие из нас попадают в какие-то вещи, какие-то ловушки, и порой даже не знают выхода, как выход. А Господь конкретно в Торе говорит о том, что когда мы будем слушать, когда мы будем жить по заповедям и по его постановлениям, то будет все нормально. Кто помнит, где первые слова, ну, говорится о том, что говорит, когда будешь слушаться моих заповедей и постановлений. Это еще было до Моше. В 26 главе исход, бытие написано, где Бог дает Исааку такое повеление, как Авраам исполнял мои заповеди, повеления, законы. Это уже было передано уже Аврааму. И Авраам передавал детям. На что и нам нужно научиться передавать все, что Господь, чему нас учит, передавать детям. Прежде всего, кто зеркало родителей. Если мы видим, что с детьми что-то происходит, проблема в нас. И нам нужно разобраться, что же нам мешает. И вот дальше, если читать в 8 главе, с 1 стиха, все заповеди, которые я заповеду вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли, и завладели землей, которую склятво и обещал Господь отцам вашим. И помни весь путь, который вел тебя, Господь Бог твой, по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя, и узнать, что в сердце твоем будешь ли хранить заповеди его. Бог считает, что мы должны помнить. И даже некоторые, допустим, Павел говорит, не оглядывайся назад, простирайся вперед. Но какие-то вещи мы должны вспоминать в нашей жизни, через которые Господь нас, в принципе, учит. Из которого мы получаем уроки. Почему Моше нужно было написать все это, всю историю народа и создание народа, и как избрание, и как отделение. Для чего? Для того, чтобы мы были примером, во-первых, и в то же время научились через ту историю наших отцов увидеть их ошибки, не повторять их, и в то же время на своих ошибках тоже учиться каким-то вещам. И поэтому Бог, как в притчах написано, больше всего храни сердце свое, потому что из него источники жизни. Что происходит? Мы можем... Наша жизнь покажет, что у нас внутри. Наш разум показывает, что внутри нас. Почему? Потому что даже Господь говорит, если вы подумали о чем-то негативном, то это проблема в вашем сердце. И здесь, конечно, много вещей, которые могут помочь нам измениться. После того, когда мы родились свыше, когда я родился свыше, что-то через треть от Сиешо, в моей жизни какие-то вещи сразу ушли. Ну, и мы проходим какой-то путь, и каждый из вас проходит путь. И мы часто до сих пор каким-то образом роптаем, что-то говорим негативное, возмущаемся, делаем что-то неправильно, ошибаемся и по плоти, и по духу. И все равно, даже иногда часто угощаем, может быть, духа святого, потому что устроены так, что нас привлекает вот это много чего, вот этого мирского. Но нам очень важно научиться делать выводы из тех вещей, которые мы читаем и в Торе, и по нашей жизни, как я уже говорил. Поэтому 1 Петра 5 главе 8 стихи Петр пишет «Трезвите, сбодрствуйте, потому что противник возъял, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». И вот главное не попасть в какую-то ловушку, в этот капкан, западню, как ставит нам сатан. И это часто бывает. Хотя бывает, вроде бы кажется, что мы крепко в вере, все. И я так благодарен, что у нас, честно говоря, мне нравится наша семья, потому что мы все время какой-то поддержки друг друга, какое-то в общении с друг другом. Вот вчера мы очень хорошо провели время, спасибо христинкам за это прекрасное время, пикник, где мы могли еще больше пообщаться, еще больше узнавать друг друга. и провести вместе время. Нам очень важно быть вместе и проводить, чтобы что-то происходило в нашей жизни. И поэтому, чтобы не попадать в капканы, конечно, вот я о чем и говорю, что нам надо уже познавать все, что Господь нам говорит. Притча 3 глава 6 стих. «Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Когда мы читаем, мы понимаем, что куда нам идти после Ишо, есть путь истинной жизни. И Его Слово, оно направляет нас, потому что Он живая Тора, Он направляет нас, как нам двигаться. И еще одно место, хочу, не одно место, несколько мест прочитаю. В Торозаконе 30 глава 14 стих. «Но весьма близко к Тебе Слово это, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Вот я сегодня предложил тебе жизнь, добро, смерть и зло, которые заповедуют тебе сегодня любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его, исполнять заповеди Его, и постановления Его, и законы Его, то будешь жить и размножиться, и благословить тебя Господь Бог твой на земле». То, что мы проходим по пустыне этого мира, это как раз результаты наших испытаний. И что Бог хочет от нас, что Он хочет сделать в нашей жизни, чтобы, во-первых, я к себе обращаюсь, это мое смирение, мое доверие Богу, несмотря на какие-то обстоятельства вокруг, и мое познание Его путей, и их исполнение. Во многих из нас еще остались какие-то привычки. Еще даже с тех времен, когда мы жили в мире, еще не знали Господа. И я сейчас недавно общался с несколькими верующими людьми, и у них еще остались привычки постучать, еще даже такие привычки. И я думаю, что тоже какая-то ловушка, но нам надо выходить из этой суетной веры, как суеверия, которая была в нашей жизни. И это черты характера, которые нам нужно менять. И Господь хочет нас поменять. Не просто, но это наш труд, как сегодня Миша привел пример, статуи Иисуса собрали, рук не было. Моего руки, моего инструменты. Да, есть вещи, когда мы не в силах что-то сделать, Он помогает нам в исцелениях, в каких-то проблемах, когда тупиковые, есть проблемы, когда ты уже не знаешь, как поступить, что сделать, и Бог осуществляет какие-то вещи. Но есть тупики западня, которые мы попали сами по своему характеру, по своим убеждениям, по своим мыслям. Я так думаю, я так считаю, и все. Но есть Божьи какие-то вещи. И вот я не раз попадал в ловушки западню, я сейчас много примеров приведу. И можно, честно говоря, если приводить все примеры, которые я прошел, думаю, каждый вас может привести. Это можно много-много говорить. Но я приведу такие примеры. Когда я родился свыше, и когда мне говорили, как надо поступать, и как надо говорить, что делать, и я даже первый раз, когда попал в молитвенную группу, мне сказали, что, а, ой, еврейчик, давай мы за тебя помолимся. И я встал, ну вот так руки раздвинул, и потом закрыл глаза, и чувствую, мне руки складывают куда-то. А у меня так, раздражало, что я не чувствовал себя уже свободный, как будто вот именно вот так надо сделать, а не иначе. И были такие другие моменты в церкви. И даже меня научили, если тебя что-то, это самое, кто-то на тебя наезжает, просто конкретно скажи, отойди от меня, сатана, и все. И вы знаете, я совершил такую глупость ошибку, когда у меня и так начались проблемы в семье, и жена вот на меня наехала, говорит, вот крыша поехала у тебя, ты что, ты и так хороший человек, зачем тебе Бог? И вы знаете, я взял этот пример, ну, научен был. Я говорю, отойди от меня, сатана. И вы знаете, что произошло? Произошел большой конфликт, который развалил нашу семью. И это глупость, которую меня учили. И это тоже происходит и до сегодняшнего дня у некоторых верующих. Поэтому, как важно нам помочь тем, которые только пришли к вере, научить их правильным вещам, те, которые написаны в слове, чтобы двигаться этим. Вот. Потом уже в мессианском движении, когда я уже стал пастором общины, и я не знал, как себя вести. Я просто чуть-чуть был научен в синагоге, чуть-чуть научен был в церкви, и где этот баланс найти. Вот. Потом к нам приехал миссионер, один друг Этана Шишкова, и начал нас учить к чему-то. И вдруг я... А меня вдруг стало тянуть больше к ортодоксальному иудаизму, в смысле, все, что надо делать, цицит одеть, кипу, талиты, все эти дела. И к тому же еще просто все как молитвы, и шахарит, прям чуть ли не это. И в то же время только съешу. Вот и все. Я думаю, что вот тоже как-то попал и в такую ловушку. И потом постепенно Господь как-то стал меня выводить. Я говорю вам свое понимание каких-то вещей, и поэтому я думаю, что есть много вещей в ортодоксальном иудаизме, которые хорошие, но есть много чего, которое отвело вообще нас такую западню многих, и даже среди христиан. Я сейчас тоже с этим поделюсь, потому что много течений в иудаизме. Много. И все они... Что такое религия вообще? Кто как понимает? Для меня религия – это то, что прибавили и убавили. То, что начинают диктовать люди. Хотя да, Писание где-то в некоторых местах говорит, что мы должны слушать мудрецов. Но если мудрецы говорят, не соответствует то, что в Писании, я даже с ними не буду... Даже это если будет мудро. Я с ними не буду говорить на эту тему. Но есть, которое должно соответствовать Писанию. И вы знаете, насколько я... был и в синагоге, и среди своих евреев, я увидел то, что много мишанины столько, я не против их. Но я увидел, что много из различных культур пришло в аштоксальный иудаизм. И это проблема. И много течений также в христианстве. В том роде, что Иисус, но они тоже западнее религии. Как выдало поклонствия. Или кто-то говорит, вот у нас правильно, вот должны только на языках говорить. А кто-то вообще не говорит о языках, на языках. У меня даже друг, когда-то я его привел, корец, он сейчас, слава Богу, держится уже 15 лет в вере, а он до сих пор не имеет дара иных языков. Говорит, что такое? Почему я? Я хочу это иметь. Я говорю, почему ты цикляешься на этом языке? Есть дары Духа Святого, их много. И даже дары иных языков где-то там под концом. Они в самом начале, не то, что это должно быть основное. Да, он дал нам это. Кому кто-то получил, кто-то не получил, расслабься, успокойся. Не надо напрягаться в этом. Главное, чтобы ты был с Господом и был исполнителем его слова. А он даст тебе дары, когда это нужно. Ну и поэтому среди христианства тоже есть много чего. Почему Господь сказал, что многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, Матфея 7, 22-23. Кто помнит? Не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. В Луке 21 главе Иисус сказал, берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем моим, говоря, что это я, и это время близко, не входите вслед их. Что же сегодня является западной для людей и неверующих, и верующих, и в моей жизни, и, может быть, даже у многих из вас. Я думаю, многое, очень многое, потому что у сатана тысячи приемов поймать нас, и мы даже порой даже можем не придавать этому значения. Это и мирские ловушки, и духовные ловушки. Я сейчас приведу несколько примеров вот как бы в плену религии. Как я уже сказал, это все от человеков. Религия – это все от человека. И как важно в вере в Иешуа не попасть именно в капкан религии. Вот я сейчас приведу несколько примеров. Как-то нас собрал здесь в 2000 году Итан Шишков и проводил как бы конференцию мессианских лидеров Средней Азии. И мы приехали, они оплатили нам дорогу, приехали мы сюда, и после конференции я вдруг попал на встречу. Это меня сестра родная подставила, что сказала, у меня встретился с одним раввином. И он говорит, я хочу встретиться с твоим братом. Она сказала, что я верующий в Иешуа. Он говорит, его надо спасать, ему надо совершать шову. И она попросила встретиться, я пообещал, я после конференции встретился с ним. Это здоровенный такой раввин, Алекс, и мы встретились. Я не буду подробно все рассказывать. Но я, короче говоря, он так меня бомбил на иврите. Ну, в смысле, как он, он открыл дипломат, вытащил книги. Он говорит, Тора, Невеим, Ктовеим, Брит Хадаша. Слово Божие. Слово Божие. И как начал меня бомбить. Что я, у меня даже вера, можно сказать, потерялся. Я уже засомневался вообще, решу о Машиах или не Машиах. И, короче говоря, я, когда узнал о нем, он, оказывается, был рожден в Киеве. В 14 лет он покаялся. Был верующий. Потом родители приехали, совершили Алию, и он попал здесь в Ешиву, и полностью переключился, и стал гонителем просто верующих евреев. как я, или Ахим, многие знают, да, вот, и я вот так встречался, вот даже первая работа, которая у меня была здесь, в Израиле, мне познакомила, как у нас прославление пело, я забыл, как ее зовут, профессиональная певица, Лаван, как? Лаван, вот, а она меня познакомила со своим племянником, который открывал вегетарианскую столовую. Человек, который окончил Ешиву. И вдруг встретил какого-то еврея, который буддист, и он так убедил, что вот где истинная вера, и он все он оставил, как бы сказать, свою веру отцов, и перешел в буддизм. Прекрасный повар, прекрасно готовил вегетарианскую пищу, я даже когда домашнюю группу собирал там на Адаре, я много-много привозил, благословлялся, такие-таки были довольные, вкусная пища. Но в то же время, видите, как перетащило. Человек, который когда-то закончил Ешиву, вообще шокирует. В Алманцинской моей общине еще один пример, это уже верующего в Ешиву. Он был служителем, вел домашние группы, Леон с ним знаком. И получилось так, что я уже уехал в Караганду служить, и он мне без конца звонил, и потом звонила жена. А он казах, зовут Андрей. И вдруг он начал настолько соблюдать шаббат, запрещал детям ходить в школу, вообще все запрещать, шаббат, шаббат, ни в магазины, ничего. Дети пропускают учебу, и у них скандал в семье, и потом жена позвонила, я говорю, ну-ка, сдай мне Андрея. Я говорю, Андрей, ты что делаешь, ты же казах, зачем тебе это нужно? И тем более, ты не в Израиле живешь, ты живешь в Казахстане, зачем ты делаешь такие вещи? Ну, нужно шаббат соблюдать. Я говорю, соблюдай воскресенье, выходной день, как шаббат. Тебе это не нужно, прочитай 15-ю главу Деяния, там все ясно, все и как к чему. И всем, кто живет в Галуте, не нужно как-то так напрягаться. Да, я когда работал, мы иногда вынуждены были, когда нас в службе и быта заставляли по саботам работать, я просто отдавал выручку за этот день и не ходил на работу. А иногда просто заставляли, и мы никуда не могли делся, потому что мы в другой стране, под приказом. Но здесь мы можем совсем по-другому. И он мог быть по-другому. Но вот видите, как его затащило в капкан иудаизма, что он не мог, что он стал двигаться в этом. И на сегодняшний день он принял Геюр, он оставил Иисуса, Ишоа. И в ортодоксальной синагоге он там служит. И даже когда я последнюю конференцию проводил с Леоном в Алматы и в Караганде, и как раз в тот момент проповедовал Леон, и вот этот Андрей с толпой раввинов, там Бецалель был один раввин, они зашли, я не знаю, как Ашеры пропустили их через дверь, но они каким-то образом прошли прямо на сцену. Слава Богу за мудрость Леона. Он быстро отреагировал, не стал там, а эта церковь, громадная церковь, и там было где-то около 800 человек, наверное, и он так сразу тормознул, говорит, пусть они выскажутся. Они высказали свое, и мы потом их отправили, или он потом продолжил и сделал как бы комментарий на их выступление. Поэтому сложно как-то, вот видите, сколько западни вокруг нас, и люди попадаются. сегодня вот это движение Бней Нох, все слышали, да? Сколько верующих попадали, даже те, которые у нас были в мессианской общении там, они перестали ходить, стали ходить в синагогу, и сейчас ходит вот этот Бней Нох, то есть сыны Ноха, и их учат вот этими семи заповедям, которые Нох, и всяком такого, у них целый клуб. И там, знаете, сколько людей из церквей? Море? Я даже не знал, и они влезают в это, они слушают теперь только раввинов. И это тоже опасная штука, которая попадает очень часто среди верующих. Здесь, в Израиле, я столкнулся с другими вещами. Конечно, я не против имени Иисуса, церковь, но что я заметил, допустим, в некоторых собраниях? Среди верующих мессианские вроде бы общения. У них там Иисус Христос, церковь, там туда, все, и я когда с ними сталкивался, я говорю, слушайте, ребята, мы живем в Израиле, давай как-то поменяем мышление, начнем по-еврейски, как бы, по-израильски мыслить, говорить. Я говорю, я понимаю, если ты встретился с каким-то человеком, который для кого-то Иисус нормально, он поймет, но есть вещи, когда мы собрание, вот давайте мы будем Иисус, община, чтобы не было преткновением, а там на улице, где-то, когда вы проповедите, кому-то можете поделиться верой, кому-то сказать Иисус, кому-то Иешуа, просто на это нужна мудрость. Еще другие, я просто свое мнение говорю, вы можете со мной закладиться, даже перекосы могут быть в прославлении, это я заметил там, когда был еще в Казахстане, в церквях, перекосы в прославлении, вот только прославление, или только молитва, а потом зашел какой-то в корейскую церковь, этот пастор стал проповедовать за кафедрой, но прежде чем проповедить, он начал взгонять всех бесов, которые вокруг, и все, представляете, на что были перекосы в вере и в христианской, но мы, как мессианские, должны здраво подходить, хорошо у нас, вот если вы нас в сторону, какие-то вещи мы взяли, потому что Иешуа так делал, мы учимся у Него, руаходность помогает нам изменить наш характер, чтобы стать похожим на Него, чтобы стать больше похожим, брать какие-то черты от Него, конечно, есть хорошие вещи в нашей жизни, но есть вещи, которые нам нужно менять, или в плену технологий, телефоны, компьютеры, айпады и все такое, раньше ребенку соской затыкали рот, а сейчас ребенку телефон сунули, только заткнись, только не кричи, только не мешай мне что-то делать, и вот дадут айпад, компьютер, только что, вот мультфильм смотри, и смотря какие мы мультфильмы даем, ладно, не против мультфильмов, но если они, смотрю, сколько сейчас мультфильмов, вот такие жестокие, так поставьте наши советские фильмы, о доброте, о любви, это нормально, почему бы нет, но и знать, когда можно дать, а когда не дать, на днях был в одной семье, жена пашет, не знаю как, а муж сидит за игрой, и там какие-то эти, я думаю, блин, а ты что не помогаешь, я после работы я уже отдыхаю, я говорю, здрасте, ну помоги, я же даже, мы с Леной стали в чем-то помогать, потому что было как-то это, и я вижу, и в другой какой-то семье был, там тоже за танками сидел, играл, он говорит, только свободное время, вот они приходят с работы, свободное время у них в этих игрушках, опасная штука, но попались ребята, правда, а что делать, как вылезти, можно с этой западни вылезти, а какая сейчас сегодня еще западня, я вот, я говорю о том, что я вот в ближайшее время вижу, слышу, и западня, ненависти к народам, к национальности, или президенту, и другим каким-то руководителям, лидерам, которые каким-то образом, может быть, не так делают, как ты, ну разве может быть у нас ненависть к каким-то народам, к тем же русским, украинцам, да нет, потому что все сотворены по образу, подобию Божьему, если я иду против кого-то, я иду против народа какого-то, я все, все это все равно против Бога, не соответствует, и это западня ненависти, это уже не свободно, людям нужно освобождение, или те же, как сегодня мы встречаем здесь, среди беженцев Украины, которые делают нехорошие вещи какие-то, но все равно они люди, мы должны за них молиться, и просить, чтобы Господь каким-то образом помог, а это мы инструменты, мы можем каким-то образом направлять, научать и нести Евангелие, чистое Евангелие, или такое еще есть, плен, когда ты считаешь, что я лучше, чем другой, вот, такое как бы превосходство, кто видел старый фильм про Чапаева советского, советского времени, кто ты такой, я Чапаев, вот, и вот как бы вот таким образом, у нас среди нас верующих есть, кого-то принижают, кого-то возвышают, но для Бога мы все одинаковы, мы, нет ни одного праведного на земле, как говорит Писание, все согрешили, лишены славы Божьи, мы не такие святы, как Господь, мы только учимся, мы пытаемся что-то делать, и Бог может помочь, плену различных страхов, страхов тоже, я не знаю, тысячи там, может быть, миллионы, ну какой страх у нас был, мы не должны ничего бояться, какие-то обстоятельства сложились, у нас уже страх какой-то, что будет, чем это закончится, если, ну много может, кто-то, у кого-то перед лифтом, у кого-то страх перед тем, когда тебя за тобой гонится, я вам расскажу одну историю, просто интересно, мы, ну, может быть, кто-то помнит, раньше в садах были объездчики, такие на лошадях, и мы поехали, пошли воровать эти яблоки, груши, и за нами объездчик погнялся на лошади, и кто куда в рассыпную, и вот он один за одним парнем погнался, а забор был на метра, метра где-то 2,20, вы знаете, он перемахнул, не коснувшись забора, а потом даже метра в высоту не мог прыгнуть, но видите, что делает страх, ну, ладно, это такие страхи, но все равно для нас важно, вот перед тем, как верующие, то, что мы верующие, нам нужен тот страх, который идет от Господа, это не плотской, панический какой-то страх, это почтение, уважение, чтобы не сделать что-то неприятное отцу нашему, и потом спрашивают, почему мы наказываемся, он учит нас, говорит, как вы детей наказываете иногда по попке, в угол поставите, или еще один, иногда он нежно подходит, а иногда мы до того упираемся в свои мечты, желания, или еще что-нибудь, это самое, и потом думают, почему со мной так происходит, я не могу всех вещей объяснить, не могу объяснить, почему люди не исцеляются, почему еще какие-то проблемы возникают, разные испытания, кому-то в жалоб вплоть, а кому-то на самом деле из-за греха, тоже не могу объяснить, это мы каждый должны почувствовать и понять, что это, или вот то, что говорил Женя о комфорте, позапрошлый раз, в прошлый раз Леон говорил о том, что сплетни идут, и там есть обиды, непрощения, вот сейчас, ну вот обида очень простая такая, непрощение, такая сильная западня, где мы, даже если кому-то не сказал, ну просто может даже пошутил, вдруг кто-то обиделся, у нас за этот год несколько друзей ушли в иной мир, они верующие, и все от рака, молодые, женщины, три сестры, на днях вот умерла одна женщина, которую я считал просто дочкой своей в Алматы, ей 47 лет, у нее две дочки, и я не раз приезжал к ним, я не скажу, что я там чем-то мог помочь, но мы же в Израиле, и так получилось, что вот я разговаривал с дочкой, и она говорит, я на вас обиделась, потому что вы когда-то обещали маме, что поможете приехать в Израиль, и когда вы сказали, что ты можешь сама приехать, просто возьми, научись откладывать деньги, ну я ей так сказал, ну возьми по одной тенге, по одному рублю каждый день, ну какой-то период времени откладывай, будет накопительное у тебя, и потом сможешь приехать, вот, или десятину, как некоторые дают, десятину собрания, и есть десятина откладывать на то, чтобы хорошо отдохнуть, пойти в отпуск, и это тоже нормально, нужно управлять, уметь деньгами, ну и поэтому, вы видите, сколько обид, непрощений, любовь к шхмуткам, к еде, это все западни, их куча, куча всяких, но в то же время, нам нужно научиться выходить из этих вещей, я хочу сейчас написать, прочитать второе липение Минона, 19 главу, и потом римлянам, и буду закругляться, и так, да будет страх Господень на вас, во второй липение Минона, 19 глава, 7 стих, действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего ни правды, ни лицеприятия, ни мздоимства, римлянам 12, 2, и не сообразуйтесь с веком 7, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная, но я хочу еще, через все то, что я сказал, это все маленькая часть, если все это раскрывать поглубже, то это не хватит этого времени, но, дорогие мои, я хочу немножко вас, что-то вы опечалились, немножко загрустили, или вы в своих мыслях, я не знаю, но я хочу вас удушить, потому что мы на самом деле победители, мы можем побеждать, потому что Роа Ходис Святой Дух у нас, нам дана власть в имени Иешуа, кто знает, что нам дана власть, дана власть, но вопрос, чем ты наполняешься, я часто привожу пример сосуда, которые, ну мы сосуды, правильно, во что мы окунаемся, чем мы наполняемся, и вот важность того, чтобы мы наполнялись на самом деле теми правильными вещами в этой жизни, тем, чему учит нас Господь, и чтобы совершать победы, конечно, нужно работать и со своим характером, и с какими-то вещами в нашей жизни, чтобы эти победы совершать, где-то ты не можешь, ну попроси Господа, Господь тебе даст мудрости, как избавиться от этого, у меня есть вещи, которые я до сих пор борюсь, и они, конечно, у меня в какой-то степени чувствуют, уже идут на снижение, есть черты характера, которыми я еще не справился, но я думаю, у каждого из нас есть что-то, потому что мы несовершенны, но у нас есть воинственные, и Бог, и Он дал нам власть и силу, рог кодэш, чтобы мы начали справляться с этим. Вот я прочитаю еще одну молитву, это два последних стиха, но перед этим я хочу помолиться. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя, Господь, за это время, за все новое, что Ты творишь. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты меняешь наше мышление, что Ты дал нам победу в Своем имени, Господь, что Ты дал нам власть наступать на змеи, силу духовную, которая есть вокруг нас, и помоги нам, Господь, чтобы мы не попадали в ловушки, в капканы, в западню тех вещей, которые окружают нас, и помоги нам прорываться и побеждать все эти негативные вещи, которые, Господь, Тебе не нравятся. Помоги нам любить людей, уважать мнение, даже если это противно нам, но уважать мнение другого, Господь. Помоги нам, Господь, научиться любить людей и любовью Твоею, не человеческую, потому что только Твоя любовь, любовь жертвы, она может принести какие-то результаты, когда мы не будем искать своего, а искать того, что Ты нам даешь, Господь. Я молю Тебя, Господь, чтобы мы научились управлять своими характерами, чтобы мы могли преображаться в Твой образ, чтобы мы научились быть послушными Тебе, смиренными, кроткими, чтобы плод Духа возрастал в нас. Это плод радости, шалома, мира, любви, воздержания, кротости, Господь, веры и могли доверять Тебя во всем и не сомневаться, что Ты с нами, что Ты никогда не оставишь нас. Баши Мишуа, амэн. Еще два стиха. Это 2 Иоанна 1, 3. Они очень похожи. «Да будь с нами в истине и любви благодать, милость, шалом от Бога Отца и от Господа Мессии Иишуа, Отчего Сына». И 2 Коринфянам 13, 13 вы все знаете. Благодать Господа нашего Ишуа Мессии и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Амэн.